Привет! В этом видео я расскажу вам о своих духах, которые я выбрала для себя на летний период. Хочу сразу сказать, что обычно духи я не делю на зимние и летние, но скажем, что к этим духам рука тянется чаще всего. Я выбрала духи из разных ценовых категорий и есть как нишевые ароматы, так и доступные всем и везде. Начнем. Первый аромат это новинка от Бритни Спирс, называется Мауи Фэнтези. Это такой очень летний сладкий аромат кокоса и ананаса. Духи очень стойкие. 5-6 пшиков держатся 6 часов без проблем. Советую вам купить, если вы хотите чего-то сладкого и громкого. Следующие духи это апельсиновый цвет от Ив Роше. Действительно, очень реалистично пахнет апельсиновым цветом. Большое но этого аромата, то, что он совершенно не стойкий. Через 2 часа, даже уже через 1,5 часа вы на себе его не почувствуете. Чтобы его хорошо чувствовать на себе, его придется обновлять каждые 1,5-2 часа и делать минимум 5-6 пшиков. Тем не менее, аромат очень красивый. Очень его люблю. Следующий аромат от Derbe, называется он Seres Young. Это уже мой второй флакон. Первый я купила лет 10 назад. Он похож на несколько разбавленную версию Light Blue от Dolce Cabana. Если вам нравится Light Blue, но вы считаете, что он немного тяжеловат для вас, то это очень хорошая вещь, стойкая. Следующий аромат Kevin Klein One. Это классика. Это первый унисекс аромат. К нему, кстати, в пару хочу показать вам еще такой аромат от Shiseido Zen. Я бы сказала, что они взаимозаменяемы. Этот аромат несколько более простой, чем этот. Этот аромат сложнее найти на европейском рынке. Если вас интересуют подобного рода ароматы с очень сильным фруктово-цитрусовым началом и с нескольким мускусной базой, которые, в принципе, стойкие, но они очень свежие, освежающие даже в жару, то рекомендую вам один из этих двух ароматов. Следующий в моей коллекции это Tesori Doriente, японские ритуалы. Аромат самый дешевый из тех, которые я вам показала. В нем 100 мл. Он практически нестойкий. Полтора-два часа. Здесь цветы и фрукты. Очень приятный, приятный летний аромат, который можно обливаться очень щедро, и он вам не надоест даже в очень сильную жару. Следующий аромат это Jours de Fête от Artisan. В этом аромате, если я не ошибаюсь, всего 3 или 4 компонента. Очень хорошо слышен сахарный миндаль и почему-то ирис. Хороший, приятный, сладкий аромат. Может быть, слишком сладкий для жары, но мне он нравится очень сильно. Стойкий, несмотря на то, что это туалетная вода, стойкость примерно 4-5 часов без проблем. Следующий аромат, это тоже классика. К сожалению, крышка от меня куда-то убежала. Я не смогла ее найти. Это Le Parc Kenzo от Kenzo. Водный аромат, аромат моря, аромат песка, жары. И очень хорошо освежает, даже в самую знойную жару. Очень стойкий, реально. Очень-очень стойкий аромат. Рекомендую всем, кто хочет именно такого водного аккорда для лета. Следующий аромат, это тоже один из моих давних любимчиков. Это Truth от Kevin Klein. Если я не ошибаюсь, у него довольно-таки богатая пирамида. Но для меня это аромат свежескошенной травы, плюс немного мускуса и бергамота. Очень стойкий. 2-3 пшиков хватает на несколько часов. Обновляю его очень редко. Рекомендую. Следующий аромат, это шоколадный жадина от Montale. Запах шоколада. Запах шоколада, запах расплавленного шоколада Джандуя. Если вам не нравятся такие яркие гурманские ароматы, скорее всего, это не для вас. Потому что он может вызвать головную боль. Запах шоколада от 4-5-6 пшиков я слышу стабильно 5 часов. Очень стойкий, очень яркий. Если вы любите шоколад, этот аромат пропускать ни в коем случае нельзя. И последний мой, предпоследний мой аромат Сицилия от Dolce & Gabbana. Насколько я знаю, его больше не выпускают. Очень-очень плохо. Потому что это шикарный цветочный аромат, который наиболее ярко раскрывается именно в жару. Именно так, когда градусов за 30. Если вы его нанесёте, то он вам раскроется очень яркими цветами, розой. Я не люблю розы, но здесь она просто шикарна. Хороший очень аромат. Может вызывать головную боль, кстати. Это нужно учесть. И теперь уже последний аромат. Это аромат от Esselauder из серии Белый. Бергамот, лимон, очень яркая цитрусовая база и мускус. Я бы поставила его в одну линию вот с этими двумя ароматами. Единственное, что в этом немного больше жестственности. Я его слабо представляю на мужчине, в то время как те два совершенный, ну не секс. Стойкий аромат, очень свежий, очень яркий, освежает летом. Очень его люблю и всем рекомендую. На этом всё. Пока-пока.